Тибердинский период жизни поэта, художника и просветителя ислама Крым Шамхалова самый интересный и плодотворный как в общественной деятельности, так и в творческой. Он снискал себе славу как неустанного защитника интересов горских народов, их нрава, быта, культуры, истории. И благодарные потомки уже в 15-й раз собрались на знаменательное мероприятие на 14-й церемонию награждения медалями ислам Вия Крым Шамхалова в его доме в Тиберде. На протяжении 15 лет это мероприятие проходит под эгидой Карачаево-Черкесского государственного музея, Карачаево-Черкесского государственного университета и Карачаевского научного исследовательского института. За этот промежуток времени лауреатами медали Крым Шамхалова стали достойные, известные в обществе люди. И сегодня мы собрались наградить таких же достойных, известных людей, которые внесли вклад в культуру, в искусство, в науку. И я надеюсь, что через год, через пять и через десять мы с вами в здравии в таком же составе сможем здесь встретиться и наградить еще достойных лауреатов. Значильная часть сегодняшней аудитории – наши старые знакомые, наши добрые коллеги, наши замечательные помощники. Есть у нас сегодня и те, которые здесь впервые присутствуют. И для наших друзей, наших гостей, которые здесь впервые, я хотел бы лишь, с вашего позволения, обозначить несколько моментов. Первый момент, он касается того места, где мы сейчас находимся. Дом, это из усадьбы, усадьба включала в себя этот дом, гостевой, сказать, и другой, где они жили, сейчас его нету, который принадлежал Крым Шамхалову, сламу Хасан Пашаевичу, сокращенно Пашаевич, говорим мы, известному деятелю Северного Кавказа. В свое время он входил в когорту тех, кто создавал этот курорт, самый высококурорт в Российской империи, который в 1883 году начинался, зачинался деятелями местной интеллигенции, местных служебных людей, местными военачальниками. Сегодня такая дата, большая, значительная. За эти годы можно было бы и какие-то найти недостатки в этой личности, и какие-то его общественные позиции, что-то. Но он был идеальный человек во всех ипостасях. Посмотри, как художник. Он начинал все с нуля. Не было для него никаких примеров профессионализма. Вот его роман «Там и здесь, о петербургской жизни и сравнении с тем, что у нас на Кавказе», это был первый карачаево-балкарский роман, отрывок из которого было напечатано. Но я что хочу сказать. Первая его публикация была сделана, я считаю, человеком мужественным, антологией карачаевской поэзии. Еще в 60-е годы, когда мы только вернулись, когда слово «Крымшамхала» было под запретом. Потом вышла замечательнейшая книга Зинхары Буташевой «Озарение души». За личный вклад в разработку и реализацию образцового проекта восстановления и инсценировки исторических песен карачаево-балкарского народа обладателем медали стал Тахир Гузиев. Жаным кучаклайгы мінги таууму. Этеме уппамен, сыйлы этеген, түзні сайласа да, таудады таулу, мінда жырхауа да болады эркен. Алқын мен айтырма жыртха жырыммы, сөзі жаз болғырлай, болғырлайын жай. Ковысті еклеблі ісэм қаныммы, харсы мақамы да болғыр, малқар карачай. За просветительский труд в серии популяризации традиционной национальной культуры карачаево-балкарии и очерк альбом «Шагающий над облаками» награду удостоился Шарафаддин Узденов. За ту оценку моего труда. Спасибо вам большое. За умелое отображение темы депортации карачаевского народа в двух видах авторского творчества – архитектуре и художественной литературе медаль вручили султану Айбазову. Хотел бы выразить свое признание оргкомитету за предоставленную мне награду. Большое вам спасибо. За успешное завершение цикла монографий, освещающих тематику депортации и возрождения Балкарии, Хаджи Мурата Сабанчиева наградили медалью. Все свои помыслы и дела Ислам Пашаевич направлял на благо своего родного народа. Быть лауреатом премии его имени – это очень почетно, престижно и обязывает ко многому. И в дальнейшей работе помогает его творчество. Те вопросы, те проблемы, которые он поднимал, они созвучны с теми проблемами, которые волновали великих русских писателей. За актерский и организаторский вклад в яркий творческий опыт. Первую в театральной истории Балкарии профессиональную постановку спектакля из цикла «Шекспириады» медаль вручили директору Балкарского государственного драматического театра Маджиду Жангуразову. Хотел бы себя вместе с вами поздравить, что мы являемся соплеменниками вот такого великого человека, как Ислам Пашаевич Шамхалов. За мастерство создания аутентичных образов карачаевцев в цикле художественных работ, посвященных жителям Северного Кавказа, княжеской медали удостоился фотохудожник Андрей Смольников. Если говорить о Карачае, то мое знакомство с тем началось в 2018 году. Я помню, как-то я увидел фильм, документальный фильм, где рассказывали про Олс-Хават. И настолько меня это тронуло, да, и мне захотелось там побывать. Я добрался до Аула, до этого я уже читал про него, да, знал историю этого Аула. Я приехал от Аул, нашел женщину Гагуеву Любовь Ильясовну, побывал у нее в гостях, послушал ее рассказы о жизни в Ауле до депортации, о жизни. В период депортации, о ее возвращении на родину, она не показала свои старые фотографии. Большой, веселой семьи, в Ауле с Хават. А потом мы расстались, и я пошел погулять, побродить по улочкам Аула. И вы знаете, когда я бродил по этим улицам, да, вот, и оно внутри как-то, знаете, вот все вот так разрывалось и переворачивалось. И знаете, мне такая мысль пришла в голову, да, вот, прошло много лет, да, с тех пор, когда там кипела жизнь. И вот так же светит солнце, так же растет трава, гуляют кони, поют птицы, а орлы в своем орлинном танце парят высоко в небе. Но вот только вокруг такая кричащая тишина и такая тихая грусть ушедшей жизни. За важный этнографический труд и исследовательскую диалоги по традиционной пищевой культуре Карачаи и Балкарии медали Сламбия вручили Мадине Хаджиевой. Сламбашевич когда-то писал, родина моя, что я без тебя. Мы, исследователи, находимся в постоянном поиске такое глубоко национальное, нравственное отношение к истории и к себе. Я благодарю тех, кто продвинул в жизнь такой проект, как церемония вручения медали имени Исламбия Шамхалова. За важный вклад в развитие национального литературоведения, монографическую работу, циклические структуры в Карачаево-Балкарской литературе наградили Аси Ататабиеву. За успешный опыт многожанрового воплощения образа Карачаево-Балкарского горца в книге «Колыбель. Земли моей» медаль вручили поэту-прозаику-публицисту Сергею Еремееву. Я говорю и пишу от сердца. И то, что написано в моих книгах, это в первую очередь о простых людях, о пастухах, об ученых, о чабанах, о людях, которые населяют Балкарию, населяют Карачаево. Здесь была затронута неоднократно тема переселения. Горькой страницей она вошла в историю карачаевцев, балкарцев, ингушей, чеченцев. Но ни один народ не сломился. Все вернулись на свою историческую родину и славными делами продолжают традиции ушедших поколений. За личный вклад в инициирование и практическую реализацию проекта сохранения памятников традиционного зодчества комплекса срупных сооружений Большого Карачая награду «Исламбея» получил Иосиф Ежаев. Мне это очень приятно, честно говоря. Но эта медаль не только моя, это медаль моих друзей, моих соратников, с помощью которых проводим реставрацию единственной деревянной мельницы 19 века с земляной крышей. Мы считаем, что это единственная сохранившаяся мельница не только на Кавказе, но и в России. Такие только есть в Норвегии, и то это там новые новоделы. А также это медаль всех тех, кто нам помогал, помогал в сборах, чтобы реставрировать вот эту мельницу. Известный ученый Тамара Бетирова – заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии, заслуженный деятель культуры Ингушетии. Медали «Исламбея» она удостоилась 12 лет назад. И за эти годы мной написано много книг. Где-то вот сегодня привезла свою монографию, она 26 по счету. И я думаю, что стимулом была эта награда тоже. Для меня вот эта общенациональная награда имени Ислама Крымшамхалова, она самая важная, самая главная. Потому что вот признание именем этого человека, это для меня, это признание всего народа, я считаю. В этом году в два раза больше номинантов. Естественно, от нас тоже человек семь было, большая такая команда приехала, очень достойные номинанты. И со всех, и с Карачаевской стороны, и с Балкарской. У нас награждены были наши ребята, наши друзья, это Сергей и Андрей, которые, не будучи балкарцами и карачаевцами, любят точно так же нашу родину, как и мы. И они сделали очень много для нашей культуры. Хотела огромную свою благодарность выразить Рашиду Хатуеву, кандидату исторических наук, который очень много сделал для поддержания фонда на таком высоком уровне. Очень строгие были требования разработаны, и они соблюдаются. Я иногда шучу, как в Нобелевском комитете. В завершении церемонии награждения председатель Международного наградного комитета Рашид Хатуев сделал заявление. Решен вопрос о передаче полномочия молодому поколению, но за мной сохраняют высокий титул почетного председателя. Я буду работать плечом к плечу с нашим подрастающим поколением. Смена нужна уже. Никто не сказал, что я был нетерпеливый. 15 лет все-таки. Мы с чего начинали, да, с Каприли, поэтому надо уже и честь знать. Значит, председатель, новый председатель, который, я сдаю, 106-летия он принимает. Директор Республиканского музея Инна Байчурова, Ханафи Борисович Хасанов. Любите жалоб. В принципе, за последние 15 лет это мероприятие сейчас остается единственной площадкой, на котором интеллектуальное сообщество наших двух соседних, а сейчас уже и третий, и Старопольский край трех субъектов федерации производит свой такой культурный обмен, если говорить чисто такими сухими дефинициями, определять это так. Вот, самое главное, что люди приходят сюда, они общаются, и в общении рождается много идей, которые позволяют решать те задачи, задачи у нас примерно общие, во всех этих субъектах мы с соседями. У кого лучше, у кого хуже бывает решение, так учимся друг с другом. Это и этому помогает. Рашид Токторович передает мне ответственность по комитету, по наградному комитету. Вот это сложно, несмотря на то, что там есть члены комитета. Комитет международный, есть несколько филиалов. В Турции есть филиал, у нас, соответственно, в Кабардино-Балкарии. Я надеюсь, я буду стремиться максимально выполнять эту ответственность. Эта должность, она, наверное, будет сложнее всех. Что-либо, когда-либо мне, которое проходилось занимать. При непосредственном участии Ислама Крым-Шамхалова строились мосты, дороги, открывали школы. А если вернуться к тибердинскому периоду жизни просветителя, то стоит отметить, что Тиберда начала осваиваться с того момента, когда Ислам Крым-Шамхалов пишет письмо наместнику Северного Кавказа Воронцову Дашкову с просьбой, чтобы в Тиберде разрешили строительство дачных домиков. Лично выбрав локацию неподалеку от очаровательного озера Харакёль, Ислам Крым-Шамхалов построил дом с фигурными окнами, покатой крышей и ажурным крыльцом. И в этом тоже виден талант Ислама как архитектора и художника. Ислам Пашаевич был радушным хозяином и часто принимал гостей и по сей день. Его гостевой дом принимает посетителей.